Почему начинания заканчиваются фиаско? И каким образом приучить себя всегда побеждать? Потому что если какое-то время назад я считала, что побеждать всегда нельзя, то сейчас понимаю, что можно. Буду объяснять в течение сегодняшнего эфира, почему вообще, что такое победа. А пока всем здравствуйте, кто присоединяется. Сегодня, поскольку многие люди очень смотрят эфир в записи, сразу же беру, что называется, «Быка с рога» и активно начинаю всё рассказывать. Итак, сегодня, как я уже сказала, наша тема «Почему начинание заканчивается фиаско» и вдохновила меня на эту тему то, что очень часто я наблюдаю у людей, которые начинают заниматься изменениями любыми в своей жизни, а в моём случае это люди, которые приходят на марафоны, которые очень сильно замотивированы тем, чтобы изменить свою жизнь, изменить своё мышление и вообще научиться управлять своей реальностью. И вот что происходит. Человек изначально такой, знаете, как в спортзал, собирается, включается и такой типа, «Эх, сейчас, давай, повалили!» И буквально очень быстро наступают моменты так называемых откатов, когда у человека начинается обратная реакция или реакция, когда вы просыпаетесь без настроения и, в общем-то, не совсем понимаете, что происходит, что делать. Вроде бы как вы уже догадываетесь, что нельзя самостоятельно загонять себя в такие негативные ситуации, но ещё не умеете этим управлять. Вообще, что нами движет и что нам всегда помогает? Нам помогает всегда понимание того, как устроены какие-то процессы. Когда мы с вами, например, знаем, как устроена горячая и холодная вода, понимая, что, например, в нашем душе нужно изначально покрутить горячую воду, а потом через 5 секунд пойдёт холодная, нам, в общем-то, становится всё окей. То же самое и с нашей жизнью. Но в нашей жизни нас мало кто учил ей управлять. Нас вообще особо этому никто не учил. Уже только когда мы становились постарше, у нас появилась возможность, если эта тема нам интересна, начать эти вопросы каким-либо образом изучать. Поэтому сегодня мы с вами этим как раз и будем заниматься. И давайте начнём. Итак, первый момент, с которого бы я хотела начать для того, чтобы вы могли поглубже покопать тему, звучит следующим образом. Мы с вами одновременно находимся и живём в двух мирах. В нашем внутреннем мире и внешнем. Это не параллельные миры, не какие-то миры, в которые мы переключаемся. Нет, это два наших мира, очень понятных. Наш мир внешний – это мир ситуации, обстоятельств, которые происходят. Да, там, опс, коронавирус, опс, в школу ребёнку нужно идти, опс, какая-то работа, какие-то люди. Вот это всё наш внешний мир. Он нас окружает. И у нас есть с вами внутренний мир. Внутренний мир – это мир наших мыслей и реакций на происходящее. И сегодня, пожалуй, я хотела бы остановиться именно на реакциях, потому что что такое мысли, мы все догадываемся. Мы можем с вами сидеть, например, на какой-то встрече или на каком-то ивенте и при этом головой быть вообще в другом месте, вообще о другом фантазировать. А если это какие-то романтические отношения, то мы можем вообще творить всё, что угодно, физически находясь на собрании и с умным видом, делая вид, что нам очень сильно интересно в это время, значит, там о чём-то мечтать, что-то писать, высылать какие-то фоточки и вообще жить другой жизнью. Но есть вторая история – это не только наши мысли, но и наши реакции. И вот мы с вами часто задаём такой вопрос известным популярным людям, что для вас такое счастье, что такое для вас успех. Так вот парадоксальность заключается в том, что счастье, успех, горе, несчастье, ну что угодно связано с эмоциями, не имеет никакого отношения к пониманию внешнего мира. Это всё есть только в вашем внутреннем мире. Во внешнем мире нет ни счастья, ни радости, ни горя, ничего нет. Там просто происходят какие-то события. А все вот эти эмоции, счастье, хорошо, плохо, радостно, грустно, как-то странно, непонятно, морозит, колбасит – это ваш внутренний мир. И это именно ваши реакции на то, что вы видите во внешнем. Идёт какой-то парень, посмотрел на вас, вы думаете, блин, я ему не понравилась, это ваша реакция, это не то, что произошло, это вы так отреагировали. А другая девочка идёт и наоборот думает, о, как он посмотрел, я ему понравилась. И вот происходит одно и то же действие в одно и то же время. Может быть, это даже сёстры-близнецы, но реакции разные. И по факту мы в нашей жизни занимаемся тем, что мы постоянно реагируем на то, что происходит, и выдаём этому реакции. Вот у меня такой сравнительный образ для всех знакомых. Помните, как в КВН или сейчас идут танцы со звёздами, у них лежат оценки. И вот произошёл какой-то танец, и там Влад Яма достаёт и говорит, там, 10 баллов я ставлю, а кто-то там достаёт и говорит, там, Чапкис, а я ставлю 3 балла. И это всего лишь реакция. Танец был один и тот же, люди были одни и те же, но реакция у каждого была разная. И вот именно поэтому, когда мы говорим о том, что в жизни нету хорошего или плохого, мы абсолютно правы, потому что мы попросту реагируем на какие-то вещи. И на одно и то же всё, что происходит в жизни, люди выдают абсолютно разные реакции. И вот почему, например, здесь можно связать историю с тем, что когда есть два партнёра, и они или счастливы, или несчастливы, по одной простой причине, чем больше у них совместных, одинаковых реакций, тем более счастливы они. Когда мы вместе реагируем, помните, есть такое красивое выражение, что любовь – это смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Вот, наверное, любовь – это когда у вас оценочки совпадают, когда вы на одни и те же вещи максимально реагируете похоже. Потому что когда вы реагируете с позиции, он говорит это, ты говоришь, я хочу работать, он говорит, нет, ты не будешь работать, ноль, а ты говоришь, я буду работать, десять. И вот таких вот разных оценочек у вас слишком много, то, конечно же, ну, сами понимаете, очень сложно дальше что-то строить в этой истории. Поэтому запомните главное, что в нашем мире вот все, что происходит – это просто какие-то события у каждого из нас в жизни. И влияет на это только наша реакция. Почему? Да потому что по всем вселенским законам, вообще по законам Земли, любые законы, если вы рассмотрите, они в мире работают, есть такая простая вещь, что то, что мы с вами чувствуем, то, о чем мы с вами думаем, по закону притяжения притягивает к нам еще больше этого. И когда вы выбираете себе на какие-то ситуации, происходящие в вашей жизни, реакцию «плохо», реакцию «блин, меня обидели», помните, как часто «меня обидели», там о тебе никто не думал, вообще никто не хотел тебя цеплять, но ты принял позицию «меня оскорбили», «меня унизили». И чем больше вот этого ты на себя набрасываешь, тем больше этого вокруг тебя и растет. И ты находишься, вот мы это называем низкими вибрациями, ты находишься в этом состоянии человека, над которым будто бы издеваются. Такой человек все время говорит, ну почему это со мной случается, ну в чем я виноват, ну что я такого сделал? А виноват он только в том, что он не знает этих законов, виноват он только в том, что он не изучает себя, он не понимает, он не осознанный, он не берет ответственность за свою жизнь, потому что осознанный человек, я буду это повторять от эфира в эфир, это человек, который понимает, что исходя из его действий и реакций, он и получает результат. То есть что бы ни происходило в вашей жизни, будь это что-то хорошее или плохое, это вы за это отвечаете, это вы создали эту ситуацию, то есть не они, а вы. Это что-то вы сделали. И когда человек это и начинает понимать, и начинает этот клубок всегда распутывать, с позиции, почему это со мной произошло, что я сделал, о чем я думал, тогда мы начинаем вот эту причинно-следственную связь иметь возможность распутать и разобрать. И просто для себя запомните, что что бы ни происходило в вашей жизни, это вы, причина того, что с вами происходит. Это даст вам первый толчок к тому, чтобы распутывать клубок. Потому что то, что вы будете говорить, что вы здесь ни при чем, жаловаться на жизнь, никаким образом не решит, только усугубит. Потому что вы это будете говорить с обидой, вы это будете говорить с драмой, вы это будете раздувать еще больше. У нас же так нас воспитали, что страдание – это прям хорошо. Хочешь, чтобы тебя пожалели, обязательно пострадай, все время через жалость дави. И, соответственно, это будет все у вас расти. Поэтому вы должны понимать, что самое ключевое, вот самый важный момент, это то, что ваша реакция будет определять то, что будет происходить с вами дальше. Почему вообще я это все рассказываю? Опять, какое-то отношение имеет к теме. Спасибо всем за хорошие слова, читаю, приятно. Значит, я назвала эфир «Почему начинания заканчиваются фиаско». Я уже сказала о том, что когда у нас идет что-то новенькое, это, как знаете, новенькие отношения. Всегда есть вот этот огонек в глазах. И каждый раз, когда мы с вами чего-то новенького хотим, там «О, да, я выучу английский язык, супер! Я хочу похудеть! Да!» Значит, там и так далее. Мы все время кричим «Да!». И мы кричим «Да!», потому что мы обычно ожидаем результат с рекламы. Знаете, как вот показывают в рекламе, она намазала крем там за 100 рублей, черный жемчуг, и показывают ее лицо, залитое светом, там такое сильно-сильно, да, вот сейчас у меня тут фильтр есть, еще света там в тысячу раз больше, и ни одной морщины нет. И мы ожидаем, что мы возьмем черный жемчуг, намажем, и все будет именно так. Но мы мажем черный жемчуг, красный жемчуг, лаприе и так далее, но эффект немного другой, и он точно не такой быстрый. И мы расстраиваемся. Обычно мы расстраиваемся, потому что мы же ожидаем мгновенно, да, вот сразу же. Это первый фактор. То есть мы должны понимать, что быстрые результаты, ну, не везде бывают. Это первое. Второй момент. А почему они не везде бывают? Потому что мы не хотим видеть результаты. Потому что мы не хотим, то, о чем я говорила, брать ответственность и понимать, что для того, чтобы этот результат был, мне необходимо что-то делать. Это как человек, который пришел в зал тренироваться, и он пришел, купил абонемент, и уже рассчитывает на то, что раз он пришел, купил абонемент, форму, что-то поделал, значит у него должен быть результат. Но мы-то с вами знаем, что для того, чтобы был результат, нужно хорошенько попахать над тем, что ты работаешь. И если это работа над своей осознанностью, то нужно это проработать. А если это работа над своим телом, то нужно тренировочку отышачить, а не просто прийти. В любом случае, нужно, необходимо, совершить ряд каких-то действий. И человек очень часто, значит он пришел на одну тренировку, на вторую, а сверхрезультата-то нету, и начинается выбор реакции. Какой может быть выбор реакции? Блин, круто, что я начал, молодец, я буду продолжать ходить. Да, я уже понимаю, что тренировки тут серьезные, да, но я буду продолжать это делать. Я, наверное, буду за меры. Или мне нужна подружка, или я заметил, что когда я пишу об этом пост в Инстаграм, мне легче двигаться. Так, супер, окей, что мы будем делать? Еще я хочу себе новую форму. Вот я поняла, что мне это важно. Это одна реакция. Реакция вторая, блядь, опять туда идти. Люди там странные. Я трачу время на дорогу. Мне неприятно. Мое тело болит. Оно ноет. Я не очень в это верю. Мне кажется, что у меня конституция другая. То есть, одна и та же ситуация, настрой разный. Вы выбираете его сами. Вот тут парадоксальность в том, что Вы выбираете его сами. И Ваши начинания заканчиваются фиаско по той причине, что, первое, Вы не знаете, что Вы можете выбирать. Это такая глобальная причина. Второе, это то, что даже когда Вы знаете, что надо выбирать, не всегда хватает мотивации, особенно в самостоятельном формате, если Вы в одиночку, и Вас никто не поддерживает. Поддерживать вот эту внутреннюю высокую вибрацию. А внутренняя высокая вибрация, это когда я выбираю реакцию. Да, мне непросто, но я хочу. Зачем я это делаю? Да потому что, например, да потому что я хочу изменить свою жизнь, кибенево матери. Я хочу жить другой жизнью. Вот, я написал свою жизнь. Вот, я хочу вот так. Поэтому я буду это делать. Да, мой парень, моя девушка, моя мама в это не верят, но я не собираюсь этим делиться. Это их жизнь. Может, я поменяю себе парня, может быть, я еще что-то сделаю. Не важно, это моя жизнь, и я ее выбираю. Поэтому сегодня, вместо того, чтобы у меня сейчас было плохое настроение, потому что я проснулась и не выспалась, я включу себе громкую музыку и буду танцевать. Я сейчас займусь и начну упражняться. Я сейчас сделаю действия, а я взрослый человек, я себя изучаю, я понимаю, какие действия я примерно могу сделать, для того, чтобы повысить свои вибрации, для того, чтобы включиться. Потому что, да, я знаю, что, например, вы же в работе многие наверняка знаете, когда нужно что-то сделать, какой-то комплексной работой, и вы не можете настроиться, и вы думаете, господи, ну как это сделать, ну как. Но когда вы садитесь, и 15-20 минут концентрируетесь, вы включаетесь, вы включаетесь. Вот у меня, например, люди пишут книгу на рерайтере жизни, никогда не писали, а тут пишут книгу о своей жизни. И у некоторых идет очень легко, у некоторых идут главы какие-то, легко, а какие-то сложно. Но все прекрасно знают, что начинает идти легко, когда ты ставишь себе такую задачу, садишься, включаешься, начинаешь слушать то, что я говорю, начинаешь делать медитации, и в какой-то момент интерес играет, потому что ты фантазируешь на тему своей жизни, которую ты можешь получить. Я всегда говорю, пишите книгу так, со всей ответственностью, с пониманием того, что все, что вы напишите, вы получите. В этот момент ты включаешься по-другому. Поэтому рано утром просыпаясь и понимая, что сегодня что-то не то с твоим настроением или состоянием, или тебе почему-то стало грустно, важно понимать, что меня включает. Меня включает мой мужчина, супер, меня включает классная книжка, я ее сейчас почитаю, меня включает пойти побегать, я сейчас побегаю, меня включает посмотреть какой-то там видос, Оля Ермилова, значит, я, блядь, буду сейчас смотреть видос. Я же взрослая, вы взрослые, вы должны знать, что и как вас включает. Изучайте себя, понимайте, постоянно думайте, у вас поднимается настроение, подумайте, на что у меня такая пошла реакция, когда мне так настолько хорошо, что я должен делать, для того, чтобы мой градус повышался. То же самое, когда вы отмечаете, что что вас угнетает, после каких разговоров, встреч или действий, у вас сил становится меньше, значит, я понимаю это, блин, это так происходит, мне это не нужно, я не хочу это выбирать, я осознанно регулирую свою жизнь. Я тут целую неделю размышляла на тему окружения и записывала по этому поводу, несколько вела эфиров, на тему окружения. И я вот, как себя не помещать в то окружение, которое тебя как бы немножечко, знаете, в другую сторону ведет. Вот у меня родился еще один очень интересный образ, я с вами поделюсь, возможно, он вам тоже поможет. Я уже рассказывала о поездах, которых мы выбираем, как направление своей жизни. Так вот, представьте себе, что вы находитесь на большом вокзале, да, и вам, например, нужно ехать там, не знаю, в Москву, вот вам нужен поезд в Москву, и вы бежите и видите каких-то знакомых людей, ну, чисто там, вы их где-то видели, не знаю, там, с ними в бассейн ходили, в библиотеку, на детском дне рождения, они сидят в разных поездах, и они вас зовут, они вам говорят, эй, иди сюда, давай, поехали с нами, там, или заходи к нам в вагон, но вы же, когда знаете, что вам нужно в Москву, у вас же явно не хватит ума сесть в другой поезд к малознакомым людям, пусть вы их даже там знаете, потому что там они, ну, как бы вы даже не хотите с ними, не ссориться, ничего, но они не ваши близкие друзья, вы знаете, что вам в Москву, вы помашите рукой, скажете, ребят, счастливого пути, я в Москву, вы не поедете на чужом поезде, непонятно куда, чтобы потом пересаживаться, вы же так никогда не поступите, то же самое относится и к людям, которые нас окружают, но которые не имеют отношения к нашей цели, которые нас от этой цели отводят, потому что они едут в других направлениях, помашите им рукой, скажите, пожелайте им приятной дороги, но если вам надо ехать в вашем поезде, в ваш вагон попасть, то не садитесь в чужие, чтобы потом, ой, я мне надо было в Москву, но я поехал в Конотоп, я сел в чужой вагон, и теперь я еду, я этих людей мало знаю, мне с ними не очень комфортно, но вы же не ведете себя, как полоумные люди, ну, может быть, у каждого из нас, конечно, была такая какая-то странная ситуация, но мы взрослые, напоминайте себе все время, я взрослый человек, я беру ответственность за свою жизнь, я ее сам выбираю, я не котенок, которого посадили там в корзину, и куда мама села, в какой поезд, в тот я и поехал, нет, мы уже взрослые люди, вот это осознавайте. И возвращаясь к нашему началу, что мы с вами, в своем внутреннем мире, по сути, наш внутренний мир отображает нашу реальность, и если вы внутри счастливы, если вы думаете о хорошем, если вы строите свою жизнь в голове, она у вас непременно начинает отображаться и меняться в реальности. Так устроено. Именно поэтому очень важно понимать важность уровня контроля, что если я контролирую свои мысли здесь, то моя реальность формируется под меня, и если моя реальность какая-то не такая, значит, у меня проблемы вот здесь. Соответственно, когда происходит любая ситуация, вместо того, чтобы отреагировать на нее, как поревык, например, да блин, задолбали, догоните, да я не хочу, да вы мне... Я думаю, так, сейчас, если я отреагирую словами задолбали, истерикой, расстройством, что произойдет? У меня это все вырастет, и я притяну к себе еще больше расстройства, у меня как будто бы кто-то возьмет рупор в голове и закричит, у нее сейчас расстройство, она расстроена, все расстроены, идите сюда, рассказывайте о своих расстройствах. Вот так я это себе представляю, я думаю, не, лучше пусть кричит, я счастлива, и я включаю свою реакцию счастья, я думаю, так, что хорошего-то есть, давай посмотрим, что хорошее происходит. Я просыпаюсь утром, и думаю, бля, день, потом думаю, боже, Оля, ты лежишь на лучшей в мире кровати, почувствуй, какая она охрененная, да, у тебя на кухне чайник, о котором ты когда-то мечтала, ты вешала его картинку на доску желаний, офигенно, думаю я, какой класс, дальше я подхожу в зеркало и говорю, ёпсель, Ольчик, тебе 37, посмотри, какая ты охуенная девочка, просто лялечка, и все, и мы начинаем с моей Олечкой разговаривать, мы начинаем акцентировать внимание на хорошем, 5-10 минут нашего акцента на хорошем, и все, но я могу проснуться и сказать, блядь, я купила дорогую квартиру, а у меня продолжают делать ремонт и дрель все время, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, суки, ненавижу, у меня второй этаж, он у меня как третий высокий, но когда я открываю окна, у меня потрясающий вид, потому что с высоких этажей у меня очень много строек, но у меня слышно, когда люди, особенно охранники в доме, разговаривают. И тут моя реакция, либо я подойду и скажу, какой потрясающий вид, закрою окно и включу кондиционер, либо я буду говорить, вот суки, сколько можно говорить под нашими окнами, бля, я вас ненавижу, и так далее. Хорошо, я постараюсь, и так далее. И выбор нашей реакции вот он, вот он, он перед нами. Почему люди боятся выбирать вообще реакции? Почему не получается? Вот у человека, вот вы сейчас это послушаете, а завтра опять что-то будет происходить в вашей жизни, и вы отреагируете по привычке. Почему это происходит? Это происходит у людей, например, вот мои рерайтовцы, уже которых я же понимаю, что рерайтовцев я засаливаю нормально, то есть я их постоянно, ежедневно даю им материал для того, чтобы они пропитывались этим. Хотят они этого, не хотят, пришли ко мне, все, пропитаетесь, будете уже хорошенько соображать. Они уже прикольные, у меня все там такие, знаете, психологи, сами друг друга уже могут раступлять. Почему люди боятся, даже когда знают делать так, как нужно? Первое, это страх того, что нужно упражняться. Человек понимает, что для этого нужно делать упражнения, и на начальном этапе это упражнение как минимум отлавливание, ёпси, я же только что прореагировала плохо. Зачем я это сделала? Почему я сакцентировала внимание на том, что дрель, а не сакцентировала внимание на то, что у меня куст распустился, розы, красотей. То есть первое, это страх, то, что это нужно делать регулярно, и над этим нужно работать. Это системная работа для того, чтобы вы это поменяли. То есть когда вырабатывается привычка, вы же помните, нам уже не нужно об этом думать, помните палочками, как мы учились есть. Я очень хорошо помню этот момент, когда этими палочками я была еще в шоу-бизнесе, и только-только суши начинались. И я не могла есть суши, потому что я говорила, что я их не люблю, потому что я не умела есть палочками. И вот мой продюсер тогда, Саша Ягольник, он говорит, Ольга, все звезды должны уметь есть палочками. Бля, я просто, знаете, у меня пот был, как ими есть? Я пошла в магазин, в супермаркет, и только-только в супермаркете начали продавать первые суши. Я, как сейчас помню, я купила суши, купила палочки, мне были вообще на суше все равно палочки, и я начала тренироваться есть с палочками, и сейчас с палочками даже суп могу есть, вот честно вам скажу, вот прямо вообще могу ими есть все что угодно. То есть это вопрос тренировки. Но в начале я думала, что с этими палочками просто разорвусь и повешусь. Поэтому страх тренировок, но когда вы начинаете регулярно это делать, поверьте, уже в течение первого месяца вы очень сильно перестраиваетесь, это правда. Второе. Страх менять привычки. Немножко страшно, что ты начнешь реагировать по-другому. Ну то есть тебе страшно, что ты, блин, ты же будешь, ты находишься в окружении, и все, например, сидят и говорят, да, мы сегодня слышали коронавирус, статистика, умерли, границы. А ты тут вдруг понимаешь, что об этом нельзя говорить. Не надо об этом говорить. Тебе это ничего не принесет вообще. И ты вдруг говоришь, ой, ребят, вы знаете, например, два варианта. Мне нужно выйти и вообще выходить или уйти. И вариант второй. Ты набираешься смелости и говоришь, а давайте поговорим на другую тему. И все так на тебя, типа, что? Это же самая классная тема. Это же вообще, о ней же можно говорить весь вечер. Это же так круто. Можно обсуждать это все. А ты понимаешь, что нет. И ты боишься быть, выбиться из окружения. Это как человек, который перестает пить алкоголь. Как правило, его компания меняется напрочь, потому что ты перестаешь быть интересным людям, которые пьют. И если у женщин это не острая история, да, я сегодня пью, коктейль завтра не пью, то у мужиков это пиздос. То есть мужчина вылетает из компании автоматом, если он не бухает. По двум причинам обоюдным. Первое – компании неинтересно с ним, второе – мужику не интересно. Это даже не история про то, что ему хочется выпить. Нет, это история про то, что вот у меня Сергей не пьет. И у нас есть компании только где либо люди не пьют, либо либо люди пьют мало, а так его никуда не приглашают, и он сам не хочет, он не знает, что делать с этими людьми. Ему это неинтересно сидеть, попробуйте трезвым сидеть и смотреть на пьяных людей, это же капец какой-то. Вот вам как бы и все. И вот этот страх у человека, что как же так. У меня же теперь изменятся друзья. Ну и третий момент, он вот как раз ключевой – это то, что когда ты меняешься, это надо понимать, все так устроено. То есть твои чувства, твои реакции, твой внутренний мир отображает твою реальность. И если ты начинаешь меняться в голове, меняется твоя реальность. От слова «вся» начинает меняться все. Твои друзья, твои знакомые, часто твоя работа, твой партнер тоже может быть. меняется все, вы должны понимать, что вы начинаете ну очень серьезные изменения делать. У вас новая реакция совершенно на все. Вы по-другому, вы словно снимаете с себя пелену и видите другой мир, других людей. Вы видите кто, знаете, как вот король голый, помните, это моя любимая сказка, когда ребенок говорит, что король-то голый, а он идет по площади голый, новое платье короля называется эта сказка. И ему пошили платье-невидимку. И вот он идет голый, и все люди говорят вокруг, боже, какое красивое платье, все восторгаются, а он идет голый. Только ребенок один стоит и говорит, мама, ну а король же голый. И вот то же самое происходит с вами, вы понимаете, что 99% тем, которыми живет ваше окружение, это вообще высосанное из пальцев, не имеющее вообще ничего, отношение к реальности, вам перестает нравиться эта реальность, вы перестаете быть зависимым человеком. Это настолько серьезная перестройка, что многие этого боятся. И подсознательно держатся, держатся за это корнями, потому что очень страшно, что все поменяется. С одной стороны, человек говорит, я хочу быть богатым, я хочу быть знаменитым, я хочу быть успешным, я хочу быть, я хочу быть, но при этом он не желает менять свои мысли, потому что очень и очень страшно, что все это начинает как в сказке, помните, когда какие-то домики рушатся в этом красавице и чудовище, и все превращается в прекрасный замок. Тут есть такая единственная штука, важно понимать, что да, будет меняться, это правда, многое, возможно, не все. Кто-то будет меняться вместе с вами, больше будет меняться вокруг вас, но вы будете приобретать новых друзей, вы будете приобретать новых людей, вы будете их видеть, вы будете их чувствовать, вы будете каким-то непостижимым для вас образом притягивать их, вдруг с ними знакомиться, вдруг что-то будет происходить, но по факту это все будет формирование вашей новой реальности за счет того, что поменяется ваша энергетическая частота, потому что мы с вами находимся в квантовом пространстве, где все излучает энергию, и подобненькое притягивается к подобненькому, вот как оса летит на сладенькое, то же самое будет происходить здесь. Поэтому все весьма и весьма просто, поэтому для того, чтобы вы могли научиться побеждать, вы должны прежде всего подготовить к победе свой мозг, вы должны осознавать, что победа – это история рабочая, что победа – это то, что прежде всего выстраивается в голове. Вот моя дочь, например, старшая, она занимается художественной гимнастикой. И это такой интересный вид спорта, потому что там мало очень быть гибкой, ну то есть это типа главное, девочку не берут, если она не гибкая, если у нее стопы плохие, но когда она уже становится гибкой и работает без предмета, в олимпийских играх и на соревнованиях нет такой котировки, как без предмета, это только показательные выступления. Они работают с булавами, с обручем, с мячом, со скакалкой, с лентой. И вот если девочка не может предмет этот себе подчинить, то в принципе делать ей нечего, но в раннем возрасте они начинают заниматься, вот Алиса у меня уже со всеми предметами работает, не выступает еще только с лентой, но надеюсь в ближайшее время будет. И в начале, когда она начала работать с предметом, это очень страшно, они их высоко очень кидают, бросают, они в глаза себе попадают, они приходят с разбитыми носами этими, бланжами, ну то есть это такая конкретная штука. Но со временем, вот даже вот моей Алисе сейчас 9 лет будет, она с 4 лет на гимнастике, со временем мы начинаем видеть, что она как бы предмет подчиняет себе, то есть она уже его ловит инстинктивно даже, то есть она выставляет руку, она уже понимает геометрию, как она с какой силой бросает и где, когда нужно словить. Но когда начинаются большие соревнования, у детей совершенно другого рода проблема. У них начинается следующий этап, вот она гибкая, она научилась работать с предметом, а теперь важно подчинить кого? себя. Свой уровень страха, преодолеть. Представьте себе, что вы выходите, например, вот она выступала во дворце спорта, я выступала тоже в этом году во дворце спорта, ты выходишь на огромную арену. Так вот, ты выходишь, у тебя уже ножки трусятся, просто от масштаба, а теперь представьте себе, что ты выходишь и тебе еще надо балансировать, ловить эти летающие булавы и все это, при том, что, как вы понимаете, у наших детей нет такого опыта выступать на таких огромных аренах регулярно, ну то есть нет, и сценический свет, например, и свет, который горит внешне, это разные два света. И вот тренер все время говорит, что самое ключевое это подчинить внутри себя, вот когда, например, девочки олимпийские чемпионки выходят выступать, это уже не история про то, словит она предмет или не словит, она его тысячу раз ловила, может десять тысяч раз ловила, это мастерство с закрытыми глазами, но внутренний, вот этот вот свой внутренний страх преодолеть, взять себя настолько жестко собраться и суметь это сделать, вот в этом, конечно, есть колоссальная наша работа, и это то, над чем мы с вами и работаем, потому что для нас самое главное это подчинить самих себя, нам реальность гораздо проще сформировать, чем подчинить самого себя, чем объяснить себе, что для меня это важно, я хочу над этим работать, я готова это делать, и я не боюсь тех перемен, которые будут, я хочу этих перемен, я желаю этих перемен, и я готова их принимать, какими бы они ни были, потому что я отлично знаю, что они будут для меня наилучшими. Мы, когда говорим о переменах, я всегда говорю о том, что планировать путь к этим переменам очень опасно, планировать можно, но он может быть совершенно другим, когда вы планируете своего партнера идеального, вы должны понимать, что это им может оказаться не отец ваших детей, такое может произойти, и вы должны быть к этому готовыми, то есть, что когда вы создаете некую свою жизнь, которую вы на самом деле хотите, может все абсолютно меняться и рушиться, и эта подготовка должна быть внутренняя, и вот именно это преодолеть людям всегда страшнее всего, я это очень хорошо понимаю, потому что, если вы думаете, что я этого всего не проходила, а тут просто сижу и умничаю, то нет, и мало того, я прохожу это регулярно, и мало того, например, очень легко, ну относительно, но гораздо легче проходить это тогда, когда у тебя в жизни, типа знаете, полная низкладуха, вот, ну, как говорится, нечего терять, но, например, у меня был период в жизни, когда я занималась свадьбами и была очень успешна в этом деле номер один, и внутренне я ощущала себя несчастной, и когда я приняла очень осознанное взрослое решение, что я ухожу, что я кто-то другой, это, знаете, похоже на то, как девочка решила стать мальчиком, или наоборот, я никогда этого не понимала, ну, как, какую смелость нужно обладать, чтобы встать другого пола, что должно происходить внутри человека, вот я могу вам сказать, что я ушла так со своего олимпа, то есть я приняла осознанное решение, что я другой, я не просто другой, я не знаю, кто я, но я не этот, и поэтому я ухожу, и это страшно, это правда очень страшный шаг, и это страшный шаг тогда, когда ты уходишь, у тебя год-два, ты не находишь себя, ну, то есть ты не понимаешь, ты просто идёшь, но когда это происходит, а это обязательно происходит, если ты этого хочешь, если ты ищешь, это совершенно новое сознание, новое ощущение, я сейчас, ну, очень счастлива в этом, потому что я понимаю, что я нашла, что я прошла этот путь, что я это всё сделала, что я это всё как-то пережила, перенесла, что я получила колоссальнейшую трансформацию и внутренний жизненный опыт, который поможет не только мне сегодня, но и огромному количеству людей, потому что когда ты сам переживаешь, ты становишься крепче, ты превращаешься в опору для других, ты мощной становишься, ты можешь дать другому руку, у тебя есть сила для того, чтобы помочь человеку, это очень круто, но я не говорю о том, что это именно просто в разрезе именно внутреннего, это не так сложно делать физически, и тут не нужны какие-то сверхусилия, знаете, много работать, нет, это другая работа, это внутренняя работа, это работа, которая строит тебя же изнутри, это работа ювелирная, вы должны понимать, что каждый из нас абсолютно разный, абсолютно разный, вот вы сейчас пишете топ-5 ваших аффирмаций, моих аффирмаций, моих, у каждого из нас есть своя программа, у каждого из нас есть своя чистота излучение внутреннее, у каждого из нас есть своя, и самое важное, то, чему я учу, это находить свое, это научиться чувствовать себя, понимать себя, принимать себя, менять себя, себя, я не могу это сделать за вас, я никому не могу сказать, вот делай именно так, нет, я могу вам помочь пройти трансформационный путь, поддержать вас, но я не могу дать вам решение или как гадалка сказать, вот иди и делай, так не бывает, так не бывает, мы настолько все уникальны, мы настолько фантастические существа, что это просто, ну, поэтому самое ключевое, это всегда вот это происходит познание себя, а познание себя происходит через работу, через определенные упражнения, которые мы делаем, через понимание того, как мы мыслим, как это отображается на нашей реальности, через работу над своими внутренними убеждениями, пониманием того, что почему мы все время это притягиваем, потому что у нас есть убеждение, какое у нас есть убеждение, мы его раскапываем, мы это убеждение, затем учимся с ним работать, заменять его на другое и создавать другую среду, и это очень крутая работа, крутейшая, и когда вы это понимаете, вы можете программировать свою жизнь буквально, вы можете создавать свою жизнь, как я говорю, строить ее, выбирать для нее строительный материал и строить, но нужно быть к этому готовыми, это очень-очень-очень-очень важно, и действительно у многих людей я наблюдаю, что есть большое количество страхов, есть какое-то неверие, есть какое-то внутреннее, но я не могу это убрать за вас, я, поэтому вот у нас, например, все продажи марафона, у нас нет никаких активных продаж, там, знаете, впаривания, там, тысячи рассылок, мы от всего, от этого отказались в контексте купи-купи, моя задача ключевая, делиться и нести это как можно большему количеству людей, поэтому я снимаю эфиры, поэтому я пишу на эти темы в своих соцсетях, но это все входящий поток, это все история про то, что люди сами хотят, моя задача сделать так, чтобы меня слышало как можно большее количество людей, людей, но я не могу никого заставить и не собираюсь этого делать, и вот фраза по поводу того, что учитель приходит, когда ученик готов, для меня, например, очень сильно рабочая, очень сильно рабочая, потому что действительно, когда я готова, так происходит, и то же самое происходит с другими людьми, к нам попадает необходимая информация тогда, когда нужно, у меня есть очень много рерайтовцев, которые говорят, я посмотрела случайно один эфир, или там моя подружка сделала что-то, там показала мне вас, и у меня сработало, я пробовала пробную версию, не смогла ничего написать, ну и почему я вам и говорю о том, что возможно вы не готовы, возможно это не ваше, возможно это вы сами решаете для себя, есть люди, которые, знаете, вот тоже я пришла на тренировку по шпагату, посмотрела и думаю, блин, мне себя жалко, я не готова, я не знаю, какие у вас есть для этого причины, я тут никого не заставляю там переубеждать на тему того, что да нет, вы должны, может быть вам нравится ваша жизнь, такая какая она есть, может она у вас и так прекрасная, может быть вам это не интересно, я же не знаю, тут вот я всегда очень против по поводу того, чтобы доказывать кому-то, что ему это нужно, ну зачем, ну значит нет, значит вам это не надо, вот когда, у меня есть такие тоже истории, когда я несколько раз что-то, знаете, пыталась начать, там начинала, а потом наступал период, когда я говорила себе, все, Оля, ну хватит, ты хочешь этого, ты просто сцала, все, хоре, давай, вперед, и прекрасно с этим всем справлялась, вам никто не сможет дать ответ на вопрос, почему с вами так, кроме вас самих, научитесь с собой откровенно разговаривать, объяснять себе, вот например, у каждого человека, ну я так думаю, есть скелеты в шкафу, у меня тоже, и я с этими скелетами там пыталась бороться, справляться, там знаете, периодически, а потом я как-то однажды вытащила свой скелет, посадила его напротив и поняла, что я сейчас с ним буду жить, я хочу с ним жить, я, поэтому я его убивать боялась, потому что мне сейчас с ним комфортно жить, он мне нравится, хочу, чтобы он жил этот скелет со мной, все, я перестала себе вот это врать, рассказывать там что-то, что да я не такая, то почему? Поэтому будьте с собой откровенны, пробная версия для этого есть, значит вам не подошло, значит вам это не подходит, это же классно и прекрасно тоже, ищите что-то свое, может быть вам удобно так, мы есть какие-то вещи, до которых мы дорастаем, есть вещи, до которых просто не наши, это вот знаете, как дизайнеры, да, заходишь в дорогущий бутик одежды, понимаешь, что вроде тут какие-то нормальные люди должны одеваться, вроде бы дизайнеры нормальные, все это стоит херовую тучу денег, но ты бесплатно, это никогда не наденешь, не то, что за несколько тысяч евро за шмотку, ты просто бесплатно, это не наденешь, это для тебя какой-то странный стиль, но мы просто не совпадаем и все, поэтому тут, знаете, вот запихивание и рассказ про что-то, кто-то плохой или хороший, он совершенно бесполезен. Еще раз хочу все-таки подытожить ключевые вещи, я хочу, чтобы вы помнили всегда, что мир, он один у всех, внешний, приблизительно с одной историей, но именно выбор вашей реакции на определенные ситуации определяет вашу реальность, вы должны это понимать, что каждый раз, когда вы хотите чему-то дать оценку, плохо, хорошо, меня это расстраивает, меня это радует, мне хорошо от этого или мне это плохо, вы выбираете, что будет у вас дальше, поэтому я бы вам сказала, если бы я была судьей на танце с зеркамой, да, в Украине называется так, я бы вам сказала, постарайтесь спрятать от себя фишки или как-то их связать с плохими оценками, с оценками плохо, больно, не хочу, нудно, у меня нету настроения, вы в силах выбирать свои мысли, запомните это, вы в силах выбирать свои мысли, каждый день мы выбираем свои мысли, вам все равно, что произнести вслух, я плохо себя чувствую или хорошо, я болею или я выздоравливаю, вам все равно, что сказать утром, это будет прекрасный день или у меня сегодня нету настроения, но в зависимости от того, на какую из этих тем вы подумаете, сформируется ваша реальность, та, которую вы увидите за окном, там, где будет хорошо или не очень, и я хочу, чтобы вы помнили об этом, помнили об этом, понимали эту ответственность и понимали, что все, что происходит не так, это вы, это вы так отреагировали и вы это получили, вы достали эту фишку и ваша фишка показалась на экране, не может так быть, что я показываю 10 баллов и на экране 2 балла, нет, ребят, вот это важно, важно и еще раз важно понимать, вся наша жизнь это всего лишь реакции, мы с вами как будто бы играем в бадминтон, вы бросили и там какая-то машина едет, а я херовая машина, раз, или говорю классная машина, мы все время отбиваем, мы реагируем постоянно, учительница что-то сказала, сегодня пишет там у нас в родительском чате каком-то, кому учительница еще угрожала, что, надо знать, кто наша учительница, чтобы она кому-то угрожала, понимаете, а учительница, возможно, не угрожала, а наоборот хвалила, то есть тут вопрос реакции, реакции, мы ее все время выбираем и надо держать свой мозг в трезвом состоянии, что называется в здравом уме для того, чтобы помнить, нас зашкаливают эмоции, мы живые люди, мы не роботы, мы не идеальные, к счастью, но нам нужно пытаться, хотя бы пытаться себя, вот знаете, приструнить, ну проконтролировать, понимая, что будет следом, ведь когда мы не знаем, мы что-то творим, помните, сидишь такой на свою жизнь, смотришь и думаешь, что происходит вообще, мы говорим в этой ситуации, все как будто бы сошли с ума, что это все вообще, хочется спрятаться под кровать, но это мы сделали, понимаете, это мы натворили, это мы создали, и когда вы это принимаете, еще раз, есть очень классное преимущество в этом, вы понимаете, что раз я это сделал, я могу сделать и по-другому, гораздо хуже, когда все в мире от вас не зависит, когда вы неуправляемы, я за это очень сильно люблю бизнес, объясню почему, предпринимательство, потому что, когда ты работаешь на работе, для многих людей очень важна стабильность, и они работают за зарплату, им важно, чтобы стабильно в один день платили, они эти деньги на них рассчитывают. Для меня всегда слово стабильность было кошмарным, потому что сколько бы денег мне, наверное, не могли бы платить, я бы их все равно тратила, ну по-любому, да, я думаю, многие из вас это проходили, как бы, когда зарплата увеличивалась. И для меня, например, предпринимательство, начиная со свадеб, у меня всегда был подарок, знаете, я всегда не знала, сколько я заработаю в конце месяца. И у меня был момент того, что я, например, очень мало зарабатывала, ну там, не было клиентов, да, например, там, не сезон свадеб, а было такое, что ко мне приваливало сразу столько денег, что я автоматом покупала машины и прочие штуки. Мне вот эта нестабиловка всегда нравилась, потому что это такой киндер-сюрприз, только более взрослый. И я за счет этого люблю предпринимательство, особенно вот сейчас не свадебный бизнес, а свой бизнес, потому что у меня все время идут деньги, не большие чеки, но зато все время. Но я знаю, что я могу нажать на газ и нарастить еще больше. И по сути каждый месяц я никогда не знаю точно, сколько у меня будет денег, но меня это очень греет, потому что раз я не знаю, значит, их в моей голове может быть сильно больше, и это тоже меня мотивирует, да, там, что я там что-то смогу. Поэтому вот эта история про стабильность, тут важно понимать, что ваше. Это не значит, что так правильно, а так неправильно. Важно все время отвечать на главный вопрос, а мне как? Мне что больше нравится? Мне что больше подходит? Будьте эгоистами, с этого все начинается. На этой чудесной ноте я хочу вам напомнить о том, что у нас 1 октября стартует новый поток марафона рерайтера жизни, где, в общем-то, мы всем тем, о чем я только что рассказывала, и начинаем заниматься. В течение 30 дней мы пишем с вами книгу жизни, начинается все с того, что нам необходимо сформировать так называемый дизайн-проект своей жизни, понять вообще, как мы хотим видеть свою жизнь, оттолкнуться от чего-то, сформировать совершенно новое видение своих целей и желаний. такое целостное. Вот у нас есть много медитаций, мы учимся работать со своим подсознанием, мы учимся разбираться с тем, как мы вообще в целом устроены, потому что это крайне важно. И когда мы это все начинаем понимать, мы готовы продолжать идти, в общем-то, дальше. И, конечно же, я вас приглашаю. У нас в конце месяца, с 27-го числа всегда есть продажа пробной версии. Вот можно прийти, попробовать, подойдет вам это или не подойдет вам это. Тут у каждого индивидуальный вариант, но если вы понимаете, что вам это интересно, ссылочка есть у меня в профиле в инстаграме или под видео, где мы ее поставим, вы можете узнать об этом больше и, соответственно, присоединиться к нам, потому что у нас действительно очень круто. Я вам желаю, чтобы у вашего начинания не заканчивались фиаско, я желаю, чтобы ваши начинания всегда превращались в победы. Помните о том, что только ваша голова решает, кем вы будете. И не позволяйте никому другому сомневаться в самом себе, говорить вам, чего вы достойны или недостойны. Пусть другие учатся оценивать себя, а вы занимайтесь собой. И тогда точно все будет классно. Все, спасибо всем большое за эфир.